Здравствуйте! В эфире программа Бункер С и ее ведущие Эрнест Старателев, Джон Шемякин и я Белла Михельсон. Мы продолжаем обсуждать новости. Школьник из Похвестнево слепил из пластилина портрет министра МВД Владимира Колокольцева. В Самарской области прошел региональный этап детского конкурса «Полицейский дядя Степа». Его участники представили свои творческие работы, посвященные труду сотрудников полиции. Первое место в конкурсе занял ученик седьмого класса Александр Шмойлов из Похвестнево с работой под названием «Портрет министра МВД России Колокольцева В.А.». Вот такая новость. Министр позировал ему, что ли? Ну, он два раза приезжал. И пластилин с собой, без кармана. Ну, потому что мы знаем Похвестнево. Он приехал инкогнито, неброска, в костюме подполковника, в мундире подполковника. Я думаю, что он лепил портрет министра. Он не взял с начальника ГУВД, с городского управления. Возможно, он лепил даже с бабушки своей. Главное ведь... Что получился Колокольцев. Получился Колокольцев. И самое главное, что естественно, что с юным художником будет в дальнейшем. Я предсказываю ему успешную и славную карьеру. Я вот был в Венеции, на Венецианском биеннале. И могу сказать, что портрет министра МВД России Колокольцева на Венецианском биеннале, вот нынешнего такого разлива, я думаю, что вообще был бы достойным. Достойным. Он там смотрелся бы хорошо. Во всех смыслах. Ну, то, что идет твердая дорога Никаса Сафронова, это совершенно... Да это просто дорога, вымощенная золотыми кирпичами. Я просто, честно говоря, не помню, кто еще развлекается на тему скульптурных портретов. Я видел, да, там, великих. Кто лепит? Кто лепит? Лепили раньше. Нет, это портрет, только он не... У Горила Романовича Державина есть мое любимое стихотворение, называется «Мой истукан». «Мой истукан». А то у Горила Романовича были какие-то основания. Мальчик совершенно четко понял, мальчик умный, вот, что неважно, о чем картина, главное, как ее назвать и кому ее посвятить. Я вот точно знал, как занять первое место на конкурсе. В нашем любимом городе Сызрань, в котором, я уверен, проходит какой-то эксперимент о введении породы сверхлюдей, потому что все новости из Сызрань... Давайте вспомним. Девочка с перфоратором. Женщина, которая грязью рисовала, по-моему, тоже она, да. Оттуда. Значит, девочка, которая разгромила, могла бы разгромить отделение Сбербанка, но она пока ограничилась парикмахерскую. И в Сызране, да, 12-летний мальчик с красивым именем Вова сконструировал автоматическое ведро для мусора. Ведро само поднимает свою крышку. Если там руку поднимет, там сенсоры, вероятно, установлены. Ведро что-то там еще делает. Таким образом, как сказано в новостях, Вова избавляется от необходимости делать это второй рукой. То есть, для Вовы главное, чтобы одна рука у него была постоянно свободна. Что, в общем-то, для 12-летнего подростка дело совершенно обычное. Ну, тут же посыпались советы. Мы же живем в Самаре. Что делать Вове со свободной рукой? И вообще, как можно усовершенствовать ядро? Это очень хорошая идея. Я сразу, я не написал ничего Вове, фамилию у Вовы Зиновьев, потом я у Вовы Зиновьев попрошу прощения и пожелаю ему творческих успехов, пока я хочу с ним поделиться своими творческими наработками. Я считаю, что ведро должно быть еще и говорящим. В ведро должно вступать в диалог. Потому что таким образом ведро, да, вот, ну, просто из какого-то предмета хозяйственного обихода, оно станет отличным подарком. Представляете, вы дарите такое ведро для мусора подруге, подруга, у которой тоже, может быть, должна быть одна рука, а постоянно свободна, вот, она, значит, опускает мусор в свое ведро, а ведро говорит ей голосом, мы подумаем сейчас, чем голосом, ну, ты жирная, это же прекрасный подарок. Вот, или я подарю своему одному знакомому ведро, обязательно, свой голос там запишу, он опускает свой мусор, ну, это обычно бутылка водки, а ведро такое говорит, там, типа, я же просил одну купить, а он отвечает, а одной бутылки в магазине не было, и опускает сразу вторую. Ну, хорошее же идею. Ну, во-первых, вообще, вообще, можно же обращаться к ведро гемористически, там, окей, гугл, или привет, Сири. Никогда не пробовали с айфоном разговаривать, говоришь, окей, гугл. Увлекательная история, он отвечает разные непотребства в ответ. Это же вы, мужчина, вы ошиблись. Должников будут ловить в акватории рек. Я вот не знаю, где акватория, это где вода, наверное, да? Судебные приставы совместно с Центром Государственной Инспекции по маломерным судам запустили акцию «Должник». В реках и водоемах Самары, Тольятти и других населенных пунктов области сотрудники надзорных органов начнут проверять у граждан долги по всем категориям исполнительных производств и дадут возможность им расплатиться на месте. Что это означает? Если ты отплыл от берега на лодочке, все, мог не отдавать до вчерашнего дня буквально. То есть, ты, если ты по Волге, как они говорят, идешь на каком-нибудь посудине, то ты, собственно, живи спокойно, не отдавай долги, бери кредиты на берегу. Не плавай, ходи. Людям, ну, как мы все прекрасно понимаем, в службе судебных приставов захотелось, заиметь скоростные катера. Вместе с инспекцией по маломерным судам они устали гонять наших оборзевших миллиардеров на их лайнерах речных, да и боязно, честно говоря. И, значит, они теперь будут ловить. Ну, я как себе это представляю? Вот боевые водолазы, службы судебных приставов, они, значит, подплывают к городскому пляжу. Я матерый должник, там, у меня 28 ипотек, 17 исполнительных листов по невыплате алиментов, хохочат безнаказанности. Вот, значит, захожу в воду. На мне условные плавки, с собой я еще крепок. Надуваю матрас. Да, ну, я его надуваю, многозначительно глядя на проплывающих женщин. Что я, мол, еще ого-го, и матрас есть. И тут я чувствую, что чья-то бестрепетная рука закона, ну, рука судебного пристава, меня бьет... Потрошит твои плавки. Просто заплатки. На момент, на предмет денег. Не доводи меня до... Потрошит плавки. Потрошит плавки. Просто сжимает плавки. Сжимает плавки. И тут, значит, второй палец. Второй палец, так. Должок. Самое-то главное. Должок. И я понимаю, выпуская ниппель надувного матраса, что действительно платить надо. Там ведь новость-то, если мы внимательно прочитаем дальше, там будет написано, что сотрудники надзорных органов, ну, которым не спится в ночь глухую, начнут проверять у граждан долги по всем категориям исполнительных производств и дадут возможность им расплатиться, я удержусь здесь от непечатного крика, на месте. Плыву я на резиновой лодке. Выныривают боевые пловцы. Все. Прожектора, печати. И тут же, значит, выныривают понятые, белые такие. Два понятых с собой. Да, да, да. Мизер в водорослях. Понятые. Русалки. Вот. И тут мне на месте, тут луна, значит, у меня поклевка, и тут мне на месте предлагают расплатиться. Улом. Чепы улом. Вот. И я, значит, помню, что вчера меня хватали заплавки. Тут я понимаю, что вообще и не уплыть. Это фантастика. Самарец из окна квартиры сбросил на Ладо Веста кастрюлю с едой. Странное ЧП произошло на улице Максима Горького. Там обычно происходят ЧП обычные, ординарные. А здесь произошло странное. На место происшествия стража порядка вызвал владелец пострадавшего авто, что довольно логично. По его словам, злоумышленник выбросил еду из хулиганских побуждений. Пострадавший указал на окно, откуда прилетела кастрюля. Бойцы, значит, неведомственные охраны задержали этого самого кулинара. В настоящее время выясняется сумму. Ну, в общем, вот такая вот новость произошла на Максима Горького, когда одна кастрюля упала на другую кастрюлю. В одной кастрюле была еда, во второй кастрюле не было ничего. Одна кастрюля упала в таз. Да, да, да. Мне кажется, этот человек не злоумышленник. Просто ему не понравилась еда. И он очень эмоциональный. В порыве страсти выбросил еду вместе с кастрюлей. Да он на диете просто. Он на диете поготовал. Да черт, зачем я это буду исти выбросил? Ну да, или так. Вообще, журналисты пишут, бойцы вне ведомственной охраны задержали незадачливого кулинара. А он не кулинар незадачливый, он метатель незадачливый. А кулинар он может быть прекрасен. Кулинар, потому что это отличный. Более того, требовательных семей. А почему вы назвали его незадачливым? Почему вы назвали каким-то незадачливым? Он поставил перед собой задачу. Задачу он выполнил. Более того, возможно, что он высокие цели перед собой ставил. И действительно, это не совсем соответствовало той молекулярной кухне, которую он привык вообще на самом деле готовить. Выбросил. Итальянец вообще на самом деле. Там же это итальянец. Эмоциональный, готовит. Они вот там вещи выбрасывают. Чем дальше, тем больше думаю, что Жигули это такой вот вообще там вас. Жигули это такой прекрасный мустанг. Прекрасный мустанг. Всю жизнь бегает по бездорожью. Бог знает там по каким буйракам, как и мустанг. Жрет всякую дрянь. Ездят на этом мустанге какие-то дикари. Кричат. Пытаются друг друга убить на этих самых мустангах. И в 10 лет этот мустанг, как полагается любому вазу, загибается эмфизема, истощение ржавчины и так далее. Может быть, для Лады Весты это наилучший исход. С вами была программа «Бункер-С» и ее ведущий Эрнест Старателев. Всего доброго. Джон Шемякин. До свидания. И я, Белла Михельсон. Мы откроем все двери. Все наши новости из Самары, которые исходят от властей Самары и от властей Самарской области, они мне в последнее время все чаще и чаще напоминают. Знаете, заходит врач в дурдоме, в палату, а у пациента, у больного, ножки обмотаны бинтами, ножки кровати. Да, и значит, врач спрашивает, больной, а зачем вы это сделали? А пациент отвечает, да что-то скучно было. Все новости, исходящие из города, они происходят по такому принципу. Вот им там становится скучно. И они начинают нас бомбардировать потрясающими известиями о самых больших туалетах, о мусоросжигательных каких-то там этих печах. Редактор субтитров А.Семкин